Здравствуйте, в эфире программа «На виду» и «Виду» я, Магомед Махатилов. В своих передачах мы не разу отрагивали ситуацию, которая складывалась на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, в республике и стране, настолько далекой, настолько близкой к Дагестану. И в последнее время мы видим, как ситуация в этой международной стране изменяется к лучшему, как та работа, которая была проведена нашими военными, нашими дипломатами, политиками. И тот шаг, который был принят президентом страны Владимиром Путиным, сыграл на позитив, сыграл на радикальное изменение ситуации в лучшую сторону. И об этом, и ситуация, которая складывается не только в Сирии, но и вообще на всем Ближнем Востоке, мы поговорим с нашим гостем в студии программы «На виду», общественный деятель, наш земляк, выходец из Сирии, Шафи Акушали. Приветствую тебя в нашей студии, очень рад видеть тебя. Мы не раз беседовали с тобой на протяжении этих последних нескольких лет, с тех пор, как было принято решение президентом страны начать военную операцию, не только военную, операция была по всем фронтам, и в идеологическом плане, и в военном плане. И мы наблюдали динамику, которая складывалась в Сирии до тот период, потому что мы не можем не говорить об этой стране, поскольку очень большие исторические, культурные связи, научные связи связывали Дагестан и Сирию на протяжении многих веков. И то, что происходило, как шло противодействие и борьба с экстремизмом и в Дагестане, и с теми людьми, которые волею идеологической судьбы и волею случая, подавшись на уговоры и заманивания эмиссаров, оказались там. Ну, мы видим, как это все происходило, как ситуация менялась, и видим, что происходит сейчас. Небо и земля. Сейчас страна, Россия, находится в арабском мире на совершенно других позициях. То, с чем начинал Владимир Путин в 2014-2015 году, и то, что мы имеем сейчас, огромная разница. И совсем недавно мы знаем, что была встреча с Путиным и с саудовским королем, и встреча была с саудовскими политиками, и в арабских эмиратах. То есть две страны, которые являются на Ближнем Востоке узловыми политическими лидерами и центрами. Вот твой взгляд, твое мнение и твой анализ ситуации, которая... Честно говоря, вот я за последнее время наблюдал за политическими процессами, которые происходят и в стране, и в России, и на Ближнем Востоке. Идет, даже приятно удивлен, тем, что она идет, как позитивная динамика развития в политическом и дипломатическом курсе России. Вот, если уходит за несколько десятилетий назад, вот, когда Советский Союз существовал, вот, он уделал огромное внимание своему присутствию и укреплению отношений со странами Ближнего Востока. Вот, но была одна ошибка... Не только Ближнего, а вообще Арабского мира. Да, Арабский Массив, мир, Восток, Китай, там, и так далее. Странам Тритого мира, Советский Союз, уделяли особое внимание. Была одна ошибка у него, у этого Советского Союза, такова, что они устанавливали свои отношения со странами Ближнего Востока, не с элитой этих стран, а именно с личностью, да. Вот, и Соединенные Штаты и Запад в целом, они оказали давление на те режимы, которые в Сирии, Ираке, Ливии, Египте, там, и так далее. Они убирали этих личностей, и, к сожалению, сегодня, как наследница советской дипломатии, Россия, вот, находится сегодня, получилось так, что она потеряла все свои отношения, свои позиции на Ближнем Востоке. Почти потеряла. Почти потеряла. И Ельцин, когда после распада СССР, конечно, Ельцинская команда пришла... Ну, мы говорим о 90-х годах, начальник у него. Да, 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 вот, Ельцинская команда пришла, и они приняли решение, что зачем нам возиться с Востоком, он слаборазвит, там, и так далее, и была ориентация на Запад. Создавали компании и вывозили денег на Запад. И они, фактически, за это время, до прихода Путина, к власти Восток был, фактически, забит. Вот, и, к сожалению, я это знаю, поскольку я жил там и общаюсь с этими народами. Да, я понимаю, это все очень болезненно воспринимали уход России из Ближнего Востока. Потому что, если рассматривать с точки зрения элит у общества арабского, да, есть очень большой запрос на укрепление отношений с обществами постсоветского пространства. Вот, они более ориентированы к, уже я могу сказать, уверенностью к нам, как в Россию, больше, чем на Запад. Вот, но российская дипломатия при Ельцине, к сожалению, нанесла очень большой урон, удар к этому процессу. И сегодня, я хотел бы, очень извиняюсь, хотел бы подчеркнуть сегодня, вот, позиции Путина, как стратег, действительно, он, вот, он принимал на своем уровне очень достаточно серьезных, изъясненных решений в восстановлении этой отношений со странами Ближнего Востока. Он показал, с позициональной точки зрения, что Россия готова и стремится к укреплению отношений и усилению позиций России в странах Ближнего Востока. И не раз Путин, уже несколько лет назад, я слышал из его выступления о том, что даже обращается к мусульманским народам России, и призывает их, и считает их, что они должны быть мостом диалога культурам между постсоветским пространством, российским пространством, с арабо-мусульманским миром. Вот, и здесь есть одно упущение, вот, и экспертные сообщества, и чиновники, к сожалению, они не были готовы к реализации потенциала президента страны. Мы вспомнили о 90-х годах, об эпохе Ельцина, уже многократно сказанная фраза «эпоха безвремени», эпоха утраты национальных интересов, национальной гордости, можно сказать и так. Такие режимы называли компрадорскими в свое время. То есть компрадоры – это люди, которые продают интересы своей страны за определенные блага. Это в те годы не секрет, это было. Мы сдавали одного нашего союзника за другим, и слова Евгения Примакова, который стал в 91-м году, при развале Союза, первый его комментарий по поводу Ближнего Востока. Никто не прощает предательство, и своих союзников нужно защищать до последнего. К сожалению, вот эти слова покойного ныне мэтра политики, а Примаков был мэтром политики, он был мэтром не только разведки, это был блестящий ум. Не зря Владимир Путин часто обращается к его памяти и к его практике, к его словам, когда мы теряли ситуацию на Ближнем Востоке. Ситуация стала меняться медленно, лишь после того, как было, ну, мы всем знаем ситуацию в Ливии, казнь Маамары Каддафи. В тот момент стало ясно, что прошлая политика и прошлая ситуация, которая складывалась десятилетиями, да, не только мы одни делали ставку на лидеров, на нее же делали ставку и многие другие. Мы говорим о Франции, говорим об Италии, где-то даже, ну, хотя Англия занимала себя свою позицию. И это сыграло свою роль, поскольку новые методики, цифровые методики, сетевые методики управления обществом, которые внедряла через свои технические возможности Америка, они позволяли раскачать ситуацию там, где раньше об этом даже подумать было невозможно, да, вот мы помним ситуацию в Египте. Кстати, говоря о ставке на лидера, ставка на Гамаль Абдельнасара в свое время сыграла на руку Советскому Союзу, но это же сыграло и против после смерти Гамаля и прихода Анвара Саддата, который практически поменял вектор направления Египта на Америку, да. И мы знаем, что Египет это, в арабо-мусульманском мире, это один из ключевых игроков, таким же, какой был Хафиз Асад в свое время в Сирии. София, мы, вот опять вернемся к сирийскому моменту, на Ближнем Востоке, говоря о связях наших регионов, большая диаспора, больше, конечно, в Турции, около 100 тысяч человек, в Сирии было намного меньше, но ты выходец именно из сирийской диаспоры, из сирии Дерфуль. Как на твой взгляд, вот мы сейчас наблюдаем ренессанс России на Ближнем Востоке, да, политический ренессанс, не только политический, это и экономический ренессанс. Можно сказать, что блестящая победа уже никто не скрывает, и фактически все признают, что российское включение в ситуацию в Сирии практически привело к победе, но при этом есть возможность внутригражданского диалога. Вот об этом идет речь, о том, что будет возможность изменения конституции, и это об этом сказано не раз. Как, на твой взгляд, в ситуации в Сирии, значит, как человек, который вышел оттуда, имеет тенденцию к умиротворению именно в гражданском плане? Потому что без этого момента, понятно, силовое решение было. ИГИЛ, запрещенный в России, значит, побежден. Практически большинство деструктивных элементов заперты в Идлибе. Идлиб, да, как говорят, Арам. Они находятся в Анклаве. Их участь, ну, кто-то, кто пойдет, будет более адекватным, пойдет на сделку и на контакт, скорее всего, спокойный бюджет ответственности, другие, наиболее, значит, одиозные боевики будут уничтожены. Но без гражданского диалога в Сирии решить вопрос невозможно. Это уже доказала сама диалектика. Какие перспективы, на твой взгляд, вот в этом направлении? Год назад, я помню, Трамп объявил о том, что в ближайшие 2-3 недели это будет покончено со всеми террористическими организациями, представленными ИГИЛом. Идет процесс согласования сторон. Значит, Марокко тоже почти год назад уже восстановила свою дипломатическую миссию в Сирии. Значит, все стороны конфликта, это Соединенные Штаты, Россия, Турция, Саудовская Аравия и другие, и согласились на то, что Хафиз Аса, Пашар Аса, то есть нынешний сирийский режим, если его раньше вообще не признавали, сейчас они все договорились о том, что он является стороной регулирования конфликта, как минимум, основной. Поэтому, что касается... Чего раньше не было абсолютно. Да, они его не признавали там, да. А сейчас он является, по мнению всех сторон, о том, что он становится, как сказать, ключевой стороной регулирования конфликта. И поэтому, в любом случае, сейчас уже сирийский режим сохранит свое присутствие. Это будет, типа, Сирия будет как федерация, федерализм там и так далее. В любом ином формате режим Сирии будет сохранен. Россия делает все для того, чтобы Сирия, как республика в нынешних границах, сохранилась как единое государство. Не знаю, там, насколько этот будет продолжительным или нет, сумеет или нет, но пока на этом уровне Россия сохраняет свои позиции в сохранении Сирии как государства. Там причина, что тяжело это будет и в будущем, потому что не только Соединенные Штаты или другие англосаксонские силы, которые за разделение Сирии, фактически, там есть еще, что само арабское общество сегодня на Ближнем Востоке переживают очень серьезные изменения. И уже у них запрос, потому что сто лет назад, когда этот договор с Айкспико, который разделил этот регион на национальные государства, там не было такого государства, как Сирия, Ливан и так далее. Если вернуться небольшой, делать экскурс, это все территория бывшей Османской империи. Да, Османской империи. Когда Англия, Франция и так далее делили между собой. Они нарисовали границы, по песку ходили и нарисовали границы с учетом своих личных интересов этих империй, там как Англия, Франция тогда на тот период. Но они нарушили тогда этнокультурный, этнографический и традиционный баланс народов. То, что фактически это причинные, основные, и это вот именно в заложенные 20-е годы. Сегодня и родственные связи между курдами, и родственные связи между с инитами, с шеитами и так далее, это создавало очень серьезную проблему, которая сегодня новое общество, новая структура населения, где молодожь занимает доминирующее положение. У этой молодожи уже возникает вопрос на возвращение, заниматься своей жизнью так, как они видят, так, как они хотят, с учетом своих традиций и культуры, и религий, которые сформировались, например, тысячелетиями. Мы видим ситуацию в Ливане совсем недавно. Ливан, например, сегодня запрос очень серьезный, Египт и так далее. Поэтому плюс еще голод. Арабские общества сегодня очень голодные. Нищета. Большинство населения за чертой бедности. Это сыграет тоже очень серьезную роль. Но это вызовы вообще всем государствам, не только Сирия. Египт с этим столкнулся после Ат-Тахрира. Если не начнут в этих странах на уровне правящих элит провести серьезную реформацию, управление делами этого народа, общества, и учитывать его интересы и пожелания, так, как он видит себя в жизни, и как он видит мир, как он будет мыслить, как он будет жить, как он хочет. Если это не будет учитывать, то эти проблемы будут возникнуть. И не то, что Россия, ни одна страна в мире не сможет сохранить ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому ожидается... Но Россия, с помощью России сегодня создана серьезная комиссия, состоит из 150 человек, из оппозиционных, из режима, и из независимых сил, которые будут сформировать новую конституцию и новое управление страной. И Россия все делает сегодня для того, чтобы все проблемы и шаги, и решения принимать по Сирии, по решению конфликтов в Сирии, то есть учетом резолюции ООН 2254. Я думаю, что если договорятся о совместной работе о регулировании конфликтов в Сирии, то они выйдут на позитивные решения. Если над ними договорятся, то будет в ближайшее время новый виток конфликта. Ну вот смотри, мы говорим о тех усилиях, которые наша страна делает для нормализации ситуации. Но там ведь сталкиваются интересы не только России и Америки. Там интересы Турции. Вот мы наблюдаем сейчас на севере Сирии фактически боевые действия, операции, которые проводят турецкая армия и ее силы, значит, по фактически созданию буферной зоны. Ну, худо-бедно нам удается этот вопрос решать. Встреча Эрдогана и Путина. Какие-то вопросы решены. Учтены интересы и северных соседей, и интересы из Сирии. Фактически, можно сказать, что из северной зоны Заефратия, то, что территория за Ефратом так сложилась, она контролировалась американцами. Северная зона перешла под контроль официального сирийского правительства. Там курсируют наши же полицейские. То есть, всем известно, что военная полиция в Сирии – это выходцы, как большей частью, из Дагестана, Чечни и Мушейта. Как на твой взгляд, ситуация включения именно игрока, такого игрока, как Эрдоган, со своими амбициями, со своими определенными потенциями, все-таки Турция достаточно сильная региональная страна, у нее очень сильная армия, и ее интересы, конечно, учитывать будет невозможно. Понимаете, Соединенные Штаты и Россия с пониманием относятся к ситуации Эрдогана. Потому что у Эрдогана сейчас на его территории находится более 3,5 миллиона сирийских бейдженцев. Если не больше. До 4 миллиона. Это его заявление – 3 миллиона 600 с чем-то тысяч человек. Это очень большая нагрузка для Турции. Плюс еще у него проблема с курдами. Там у него есть часть курдов на территории Турции, есть часть курдов на территории Сирии. И Эрдоган принял решение войти военным путем в Сирию для того, чтобы курды в Сирию не пришли, не перекинули войну на территории Турции. Он обезопасил свою территорию от военных конфликтов на своей территории. И требование его, чтобы курды отошли 32 километра от границы Турции вглубь Сирии 32 километра. Но по американским меркам это 20 миль. И чтобы эта война не пришла к нему. Плюс еще он требует создать буферную зону безопасности именно на территории Сирии. Что она остается как мандат Сирии, что это территория Сирии. Но 32 километра, чтобы переселить вот этих 3,5 миллиона сирийцев, которые находятся на его территории, переселить туда. Он освободит свою территорию от беженцев. У него будет меньше финансовой нагрузки содержания вот этих беженцев. Плюс еще он создает мощный человеческий щит, который отделит сирийских курдов от турецких. И здесь и Россия, и Турция с пониманием отнеслись и в единственный раз наверное за историю ООН, чтобы вето было принято Соединенным Штатами и Россией одинаковым по военной операции Турции. Да, это надо отметить. Такого в последнее время мы не будем. В первую очередь по-моему заслуга противоречия между Белым Домом и Конгрессом в Соединенных Штатах. Поэтому там ясно конкретного решения нет со стороны Соединенных Штатов. И это привело к непонятным событиям, которые происходили в последнюю неделю на Ближнем Востоке. И ситуация по Сирии особенно связана с политикой Эрдогана за последние дни. Ежедневно эти решения менялись. Поэтому я думаю, что он беспокоится за свою страну. По крайней мере, он об этом заявляет. Но не исключается его пан-кульпан туркизские желания, да, вот это его расширение влияния Турции, как было в начале, до 19 веке, да, Ну, название Новый Енис Султан, Новый Султан. Не учитывать интересы Турции, конечно, ни Россия, ни Америка не может, все-таки она важный игрок на эти территории. Мы знаем, что я уже говорил в начале о визите Путина и в Саудовской Аравии, и в Эмираты, да, два узловых региона. Мы уже сказали, что возвращение, можно сказать, триумфальное возвращение России на Арабский Восток, оно произошло. И насколько, если ты наблюдаешь, мы знаем, что каждый регион, арабский регион, он имеет свои особенности, свои, может быть, какие-то уникальные черты. Это разные регионы, у них разный менталитет, и, естественно, нужно в этом плане работать достаточно гибко, чтобы одновременно говорить и с аудитами, и с иракцами, и с представителями Эмиратов. Катар имеет всегда свою повестку, отличную от всех остальных. Йемен вообще находится в ситуации в нынешнее время уникальной, да, человек противостоит и Сауди, где-то степени союзничает с Ираном, Египет, который всегда отдельно и живет своей жизнью, ну и Магриб, который удален от всего страны арабского мира и находится под большим давлением Франции. Вот как в России в данной ситуации удается действовать, и есть ли перспективы в этом разнонаправленном и разно текущем регионе? Путин, я наблюдаю за его решениями, за его поведением, там, отношением, там, ко всему, вот, он принимает достаточно очень изящные решения, даже с первого дня, когда он пришел к власти, как он принял изящные решения по остановлению кровопролития на территории Чеченской Республики, вот, и он всегда делал тоже ориентир на восток, и последнее время он уже принимает эти решения, мне кажется, на своем уровне установить отношения со странами Влияния Востока. Очень грамотно принимает. Очень грамотно, и даже высказывания его, они подчеркивают его уважение к арабской культуре, мусульманской культуре, к арабо-мусульманскому Востоку, и ему помогает запрос и желание арабских элит установить сотрудничество. То есть обоюдный процесс идет? Он, мне кажется, ждал элиты России, чтобы они начали продвигать определенные проекты в области культуры, образования, политики, дипломатии, в планах продвижения инвестиционных проектов, сыграть роль в программах бизнес-проектов продовольственной безопасности, например, глобальные проекты со странами Востока, но, к сожалению, наши элиты не справились с этой задачей. Мы могли бы сыграть роль, мы знаем, что исламские регионы России, как Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня, есть контакты, есть какие-то контакты на этакостинальном уровне, но таких серьезных, прорывных проектов мы, конечно, не знаем. Понимаете, те эксперты, которые знали, например, арабский мир XX века или знали Северный Кавказ советского периода, допустим, ситуация поменялась. Да, ситуация поменялась и, к сожалению, эксперты, которые сегодня живут в Москве, в Институте Востоковедины, антропологии, другие академические научные центры, к сожалению, они ситуацию нынешнюю не знают, структура населения и там, и здесь, на Северном Кавказе, и в Сирии, и в Нижнем Востоке социальные предпочтения, там, новая структура населения, они ее, к сожалению, не понимают. Вообще мир меняется. Новая картина, это все полностью не знают. Мир меняется очень быстро. Мы наблюдаем за последние 20-30 лет, как все поменялось. А в некоторых регионах процессы изменений текут намного быстрее. Мое мнение такое, что те экспертные акценки сегодня, которые будут выдаваться или выдавались для служебного пользования на администрации президента, представляют своего рода угрозу для внешнеполитического курса России. И я думаю, что те решения, которые сегодня, и шаги, которые сделаны в сторону Близнего Востока, это чисто его инициатива, чисто его, под его контролем, и так далее. Мы знаем, что любая азиатская или же восточная страна, любое государство уважает силу. Но не бездумную силу, а умную силу. И вот сочетание силы, жесткой силы и мягкой силы, которые мы видим, оно, наоборот, это вот и привлекает сейчас большинство арабского мира. И это, в конечном счете, может сыграть на плюс. Мы не говорим только о договорах по закупке вооружения или о каких-то других контрактах, тендерах, которые могут получить наши компании, но это намного больше. Это процесс, который будет кумулятивно продолжаться и в дальнейшем. И мы видим, что Россия возвращается в Африку, в Центральная Африканская Республика, которая фактически сейчас идет в кильватерии российской политики, ориентируясь на наше, то есть сугубо французское вочино, стало фактически нашей союзницей. И такие процессы, я думаю, будут продолжаться. И в этом ключе, конечно, большую роль должны играть активные деятели нашего региона. Поскольку я бы рассказал, что мы там присутствуем. По статусу Дагестана он обязан принимать активное участие в этом процессе. Он наиболее близок к Сирии из всех российских регионов. Он, во-первых, не только к Сирии, так и к всему Ближнему Востоку. Это исторически основано. Роль Дагестана исторически была как субъект мировой культуры, мировой цивилизации. Это мост, своего рода мост именно на Ближний Восток. Шафея, мы, к сожалению, завершаем нашу программу. В этот период времени мы смогли кое-что обсудить, кое-что узнать, кое-что рассказать нашим телезрителям о ситуации, которая складывается не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке. Ну и остается только пожелать нашей стране успехов во всех тех начинаниях, которые организовал и спланировал не только президент страны, но и те силы, которые способствовали замирению фактически ситуации в Сирии, которая была близка к катастрофе буквально несколько лет назад. И я думаю, что в дальнейшем мы будем наблюдать еще больше включения России и не только в военном плане, но и в плане культурном, экономическом жизни всего Ближнего Востока. Это в первую очередь будет зависеть от того, насколько правящие элиты, которые будут чувствовать себя на свою принадлежность к стране, к региону. Главное, чтобы были те представители заинтересованы силой принятия позитивных решений для страны и продвигать ее дальше. Шафи. Напоминаем, что в эфире была программа «На виду». Мы обсуждали ситуацию в Сирии и на всем Ближнем Востоке. И гостем нашей программы был общественный деятель выходец из Сирии, наш земляк Шафи Акушали. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова